Сегодняшняя встреча во многом напоминает урок по охране безопасности жизнедеятельности. Но есть главное отличие. Перед ребятами выступает не учитель, а настоящий медик, у которого за плечами больше 25 лет стажа работы на скорой помощи. Андрей Кондратов за годы практики четко знает, как нужно действовать в экстремальной ситуации, когда счет человеческой жизни идет на минуты. Благодаря проекту «Первая помощь» Андрей Владимирович делится со школьниками своими бесценными знаниями. Это помощь при травмах, первая помощь это при кровотечениях, ну и покажу сердечно-легочную реанимацию. В принципе, почти каждый человек, я считаю, должен владеть этими основами, понятиями, знаниями базовой сердечно-легочной реанимации. Потому что, какая ни была бы скорая, скорая помощь, но состояние клинической смерти длится пять минут. Все после этого уже человека, конечно, спасти возможно, но вернется он к нормальной жизни или нет, это уже не факт. Поэтому, как правило, на месте, неприятной ситуации, в первую очередь, оказываются родственники. И зная, например, эти принципы и понятия, и владея ими, человеку можно спасти жизнь. Какие виды кровотечения бывают и чем они отличаются? Как правило, наложить жгут, чтобы перекрыть артерию и тем самым остановить кровь, пока идет скорая. Эти моменты очень важны, если необходимо быстро оказать помощь пострадавшему. Проект «Движение первых» – это больше, чем беседы со школьниками. Здесь полевские медики поделятся личным опытом, чтобы каждый подросток смог грамотно сработать в экстремальной ситуации. Сегодня на встрече присутствуют ребята из трех школ города – номер 8, 20 и 1. И возраст у них самый подходящий для подобных мастер-классов. Организаторы рассчитывают, что благодаря первой помощи многие ребята определятся со своим будущим направлением в жизни. Сегодня в зале собрались ребята с 8 по 11 класс. Это те, кто уже может даже определился со своей профессией. Кто-то пойдет в медицинский, это им будет необходимо. А кто-то может еще на распутье и как раз думает, куда же им пойти. И это таки неплохая профориентация для ребят. Движение первых взаимодействует со многими организациями в Полевском. Все дружно помогают ребятам найти себя. Все готовы прийти на помощь, чтобы профессионально рассказать о каком-либо направлении. Знакомьтесь, тренажер «Максим». На нем Андрей Кондратов демонстрирует мастер-класс по базовой сердечно-легочной реанимации. Здесь главное – найти правильную точку для нажатия, чтобы не сломать ребра. Максиму это не страшно. На нем такие техники отрабатывают регулярно. Но если окажется так, что вместо тренажера будет лежать человек, тут важно все сделать правильно. Первый доброволец Максим Швалев сразу решил применить силу. Но тут вмешался главный фельдшер, который увидел недочеты и скорректировал школьника. С виду легко кажется. Я вот сидел, смотрел, объяснял, вроде все понятно, легко. А как доходит дело до практики, становится где-то непонятно моментами. Где-то надо что-то уточнить. Как говорится, практика годами идет. Век живи, век учись. А теперь за дело берется Александра Карасева, будущий врач. Девушка четко следовала инструкциям, которые показывал главный фельдшер, и спасла Максима. А еще Саша захотела попробовать свои силы на другом тренажере, где отрабатывают прием избавления от инородного тела. И тут победа. Школьница призналась, что сама судьба ей постоянно подкидывает нестандартные ситуации. Словно подсказывает – верной дорогой идешь. Я довольно почему-то все время появляюсь в каких-то стрессовых ситуациях, как, например, либо человеку ударило толком, либо еще что-то. Вот теперь буду знать, что мне нужно будет делать в таких ситуациях. Я с детства хотела быть доктором, только не определилась, каким именно. Но со временем подумала, подумала, да и решила. Почему бы и не стать каким-то определенным доктором. Вот стоматолог как раз зубы лечить, либо хирург. Полезного – максимум, интересного – в достатке. В движении первых уверены, это не разовая акция, а постоянный проект. В течение года школьники будут посещать подобные мастер-классы, открытые уроки, изучать видеокурсы. В сентябре участников ждет городской чемпионат по оказанию первой медицинской помощи, где организаторы определят лучших в этом направлении. Ольга Демьянец, Алексей Карипанов, Новости 11 канала.